Эмили в Париже только что завершила четвертый сезон, недавно вышла вторая часть. С финалом, перенесшим Эмили в другую часть Европы, похоже, что она начнет новую жизнь с новым возлюбленным, что действительно переворачивает историю сериала с ног на голову. Этот сезон был о любви, карьере и поиске баланса между ними, а Габриэль понял, что был слишком суров, вытесняя Эмили из своей жизни. Пятый сезон может стать самым насыщенным и разрушительным для главных героев. Поэтому я решил рассмотреть всю доступную информацию и поделиться своими теориями о том, что может произойти в новом сезоне. Итак, давайте начнем. Вот что мы знаем о пятом сезоне Эмили в Париже. Предупреждаю, это видео будет содержать спойлеры. Сюжет пятого сезона Эмили в Париже обещает быть самым интересным из всех, что мы видели до сих пор. В конце второй части четвертого сезона Эмили получила квартиру в Риме, а Сильви планировала открыть там офис Аджонс Гроту под руководством Эмили. Это, очевидно, было хорошо для Эмили, так как давала ей повод остаться с Марчелло, и означало, что их отношения не будут на расстоянии. Ключевым моментом сюжета, я думаю, станет шестимесячный период сотрудничества фирмы с компанией Марчелло. Упоминалось, что у Аджонс Гроту шестимесячный пробный период, так что, думаю, действие сезона может развернуться именно в этот промежуток времени. Весь смысл второй части четвертого сезона был в том, чтобы Эмили искала баланс между работой, и она искала баланс в жизни, надеясь на удовлетворение от работы и романтики, тоже. Чего у нее не было с Габриэлем, но в итоге нашла с Марчелло. Габриэль едет к Минди в конце сезона, чтобы узнать точное место, где Эмили остановилась в Италии. Думаю, мы увидим, как он отправится туда с намерением вернуть ее. Однако он решил вытеснить ее из своей жизни, чем она была недовольна тогда, так что, думаю, мы увидим, как он будет сожалеть о своем решении. Думаю, он найдет ее, но она не бросится в его объятия, как он думает, ведь с Марчелло она счастлива, как никогда раньше. Давайте вспомним, они были вместе больше эпизода, что показывает их совместимость лучше, чем у Эмили и Габриэля, не продержавшихся из серии. Я все еще думаю, что эти двое будут вместе в финале шоу, ведь кажется, что Эмили и Габриэль просто созданы друг для друга. Шоураннер сказал, что пятый сезон будет в Италии, где Эмили будет много времени, но это не значит, что она не появится в Париже. Так что, вероятно, мы увидим, как она курсирует между двумя городами и странами несколько раз. У Эмили всегда было ощущение, что ее жизнь похожа на отпуск, так что, возможно, когда она вернется в Париж, то поймет, что именно там чувствует себя как дома и будет искать утешение у Габриэля, где они могут снова разжечь ту искру, которую погасили во второй части четвертого сезона. Интересно, пока Эмили в Риме не попытается ли Джен захватить все, чем занималась Эмили в офисе, и скопировать ее жизнь, как она делала в пятом эпизодах второй части четвертого сезона. Честно говоря, меня бы это не удивило. Она похожа на змею, которая плетет интриги. Возможно, у нее есть план очернить имя Эмили. Что касается Минди, мы видели, как она отправилась в Азию, потому что видео, где она поет на улицах Рима, стало вирусным, и ее пригласили выступить в телевизионном шоу талантов, которое там транслировалось. Интересно, станет ли это для Минди большим прорывом. Мы видели, как она рассталась с Николем, потому что он не поддерживал ее и стыдился ее занятий. Думаю, она уже забыла о нем. Но теперь, когда она может стать вирусной сенсацией, и это может дать толчок ее карьере, интересно, не захочет ли Николь ползти обратно к ней в надежде снова быть вместе. Лично я надеюсь на романтику между Минди и Бенуа в новом сезоне. В четвертом сезоне намекали, но ничего не вышло. Но в этот раз точно что-то произойдет, верно? Как видите, пятый сезон Эмили в Париже может пойти разными путями, но в любом случае нас ждут драма, разбитые сердца, романтика и перемены. Что, думаю, как раз то, что мы хотим увидеть. Дата выхода Что касается даты выхода шоу, главная новость о пятом сезоне. Только что объявили, что Эмили в Париже точно вернется с пятым сезоном, Netflix только что продлил сериал. И, похоже, шоу не собирается заканчиваться, его не объявили финальным. Шоураннер сказал, что мир Эмили в Париже постоянно расширяется. Без границ в этом мире он чувствует, что историй еще много, и творческое искра шоу все еще горит ярко. Итак, это определенно интересно, когда речь идет о продлении сериала. Я говорю это потому, что после второй части четвертого сезона мне показалось, и некоторые зрители тоже так подумали, что в том сезоне просто повторялось одно и то же с Эмили, и, возможно, в следующем сезоне пора было бы завершить сериал. Однако у шоураннера и создателей явно другой взгляд на это. Главное, что можно вынести из последних новостей, это то, что пятый сезон точно будет. Что касается точной даты выхода сезона, она пока не подтверждена. Но лучший способ определить, когда это произойдет, посмотреть на предыдущие сезоны. Обычно между сезонами сериала проходит около года. Однако между 3 и 4 сезонами был самый длинный перерыв – 20 месяцев. Интересно, будет ли так же и в этот раз? Учитывая, что съемки теперь не ограничены одним местом, а могут проходить между Римом и Парижем, интересно, не приведет ли это естественным образом к увеличению времени съемок, что в итоге отложит выход шоу. Я предполагаю, что новый сезон выйдет примерно через год или полтора. Также думаю, что шоу снова будет выпущено в двух частях, по пять серий в каждой, так как это, похоже, формула, которой Netflix любит следовать в последнее время, даже если зрителям это не по душе. Что касается персонажей, за эти годы не произошло много изменений, особенно в последних сезонах. Поэтому я предполагаю, что актерский состав и их роли, скорее всего, останутся прежними. Так что мы, вероятно, увидим возвращение Эмили, Марчелла, Габриэля, Сильви, Люка, Джулиана, Минди, Ника, Бенуа и новой героини Джен. Сомневаюсь, что мы снова увидим Камиллу. Похоже, она уехала усыновить ребенка, не сказав никому куда именно. Так что интересно, не способ ли это сценаристов вывести ее из шоу, ведь она, по сути, начинает совершенно новую жизнь, которая вряд ли будет пересекаться с Эмили или Габриэль. Что до новых персонажей, думаю, появится кто-то на замену Эмили в агентстве Грата, и, вероятно, будет много новых лиц в римском офисе, который планировала открыть Сильви. Вспомним также, что Минди в конце сезона уезжала в Азию, так что если мы будем следить за ней там, то увидим новых персонажей, которых она встретит в пути. Так что в пятом сезоне будет много знакомых лиц, но появятся и новые, что здорово, это освежает шоу. К сожалению, пока это все, что известно о пятом сезоне Эмили в Париже. Я уверен, больше инфы появится ближе к дате выхода. А пока можем пересматривать и гадать, что будет между Эмили, Габриэль, Марчелло и возникнут ли между ними проблемы.